Всем привет! С вами Артур и канал Реальная Миграция. Сегодня я хочу вам рассказать, как туристу, который имеет всего лишь туристическую американскую визу, открыть американские права, получить, вернее, американские права. Тем людям, которые приезжают сюда просто погасить, я не вижу смысла менять права, потому что это занимает все-таки какое-то время и деньги, и зачем, если он возвращается в свою страну. Его права также, если не международного образца, они действуют здесь, и он спокойно полгода может по ним ездить. Если же человек решил здесь остаться, тогда, конечно, ему есть смысл поменять права, и чтобы американская полиция не смотрела ваши права, что там написано. А им было коротко и понятно. Тем более, американские права там не просто права, а еще и присваивается вам ID. Значит, как процесс, что нужно сделать? Я советую людям, которые только приехали, но уже знают, что они здесь останутся, не тянуть с этим, потому что вам дает иммиграционный офицер при въезде, как обычно, как правило, полгода пребывания в США, а потом автоматически вы становитесь нелегалом, либо если вы там меняете свой статус, то вы его там как-то продлеваете, либо меняете на студенческий, либо вы подаете на политическое убежище, то есть каждого свой путь. Но эти полгода, они, пока вы только вот приехали, и через месяц вы пойдете в DMV, и начнете свой процесс получения американских прав. Это дает вам право получить права, потому что есть у вас еще время для того, чтобы я хочу просто получить американские права, потому что я хочу ездить по США, и мне хочется иметь американского образца права. Окей, нет проблем, они вам на это идут, ну, идут вам навстречу. Значит, что вам нужно? Вам нужно собрать 6 поинтов. То есть, с поинтов как 6 очков. Как их собрать? Значит, ваш паспорт с вашей визой американской дает вам 3 поинта. Потом вам нужно открыть какую-то банковскую карточку в каком-то американском банке, именно в американском. Одна карточка дает вам, одного банка дает вам 1 поинт. Если это будет у вас в одном банке и в другом банке, допустим, от разных банков карточки, это каждая карточка дает вам по 1 поинту. Значит, еще очень важно, они любят, когда вы оплачиваете какой-то билл. То есть, это может быть чек на оплату газа, либо чек на оплату электроэнергии. Значит, если вы снимаете квартиру здесь, либо вы живете у своих приятелей, вы можете попросить также своих приятелей, либо человека, который сдает вам квартиру, оформить на вас буквально на месяц, один раз этот билл. То есть, ему эта труда не составит. Он позвонит в компанию, попросит на ваше имя и фамилию выписать билл. Вам по почте придет этот билл, и вы берете этот конверт вместе с этим биллом. Он не должен быть оплачен. Просто вы несете и показываете, что вот я оплачиваю эти коммунальные услуги. Это дает вам тоже очко, то есть, как бы дает вам поинт. И еще вам нужно поехать в Social Security Office. Там вы заполняете при входе небольшую анкетку, очень простую. Подходите к офицеру, сдаете свой паспорт и говорите ему, что мне нужно получить бумагу о том, что мне пока не положен Social Security номер, для того, чтобы, там, я хочу получить драйвер-лайсенс американский. Они это знают, они вам тут же пишут бумагу, и вы, значит, собираете весь этот пакет документов, то есть, у вас паспорт – это 3 поинта, банковская карточка у вас дает 1 поинт, то есть, в итоге у вас уже 4 поинта, потом билл дает вам, значит, еще 1 поинт – это 5 поинтов, и бумага с Social Security номером – это 6 поинтов. Ранее вы покупаете книжечку, например, на русском языке правила дорожного движения США, вы читаете эти все вопросы и ответы, вы знаете, как отвечать, и вы едете в DMV, это центр, такой, как бы, организация государственная, которая выдает права, также там регистрируют любое транспортное средство. Вы приезжаете туда, тоже заполняете анкету, и вас допускают к сдаче устного экзамена на пермит. Пермит – это временный, как бы, такой driver license, тоже карточка, там присваивается ID, но это не является пока driver license, потому что вам еще надо будет сдать именно вождение, потом вы получите уже driver license. Значит, вы приходите туда, значит, офицер смотрит, есть ли у вас все 6 поинтов, допускает вас к сдаче экзамену, вы можете попросить вопросы на русском языке, в Нью-Йорке это возможно, вам дают эти, значит, вопросы, вы сидите, отвечаете на них в виде тестов, и даете обратно. Если вы сдали, офицер проверяет, то вас посылают дальше, вы проходите дальше к следующему человеку, который вас фотографирует, проверяет ваше зрение, вы оплачиваете за эти права в районе 70 долларов, и вам дают чек, что вы уже, как бы, ну, сдали, да, и в течение там недели вам попозже приходят временные права, то есть это, как бы, не временные, это как learn permit, карточка такая. И что вы делаете дальше? Вы, значит, идете в школу, любая есть куча школ, которые учат там вождение, да, вы, значит, слушаете лекцию, буквально в 2 часа посидите, посмотрите, как нужно пристегиваться, как нужно, значит, водить автомобиль, безопасность там и все остальное. Это просто надо посидеть послушать. Вам дается бумажка, что вы прослушали эту лекцию устную, водную, и потом вы назначаете себе вождение с офицером. Значит, вы приезжаете туда, либо вы можете поговорить с человеком с автошколой, который приедет с вами на его машине, конечно, вы заплатите за это, либо вы можете попросить машину у какого-то там, у друга, да, и приехать туда с своим приятелем, который вас привезет на своей машине, и вы сможете на его машине сдать вождение офицеру, который сядет с вами сбоку и проедет. Если вы сдали, то вам потом по почте приходят американские права, которые называются driver license, и вы спокойно можете по ним ездить. Вот и все, это очень просто. Пока!